Субтитры предоставил DimaTorzok Не только Москва, но и вся страна откликнулась на акцию «Бессмертный полк». Общественное движение объединило 120 тысяч казанцев. Невидимый охотник или коварный кровопийца? И как избежать вирусный энцефалит? Будьте начеку! Вот-вот настанет пик клещевой активности. Студенческая весна Республики Татарстан-2017 отгремела в КСК КФУ «Уникс». Кто же представит Татарстан на всероссийском уровне? 9 мая, в День Победы, Казань присоединилась к всероссийской акции «Бессмертный полк». По данным администрации города, в мероприятии приняло участие порядка 120 тысяч людей. Студенты и преподаватели Казанского федерального также приняли участие в данной акции. По всей России 9 мая шли колонны «Бессмертного полка», почти 8 миллионов участников по всей стране. Акция «Бессмертный полк» стала уже неотъемлемой частью в День Празднования Великой Победы. Более 120 тысяч человек, в том числе и «Бессмертный полк» Казанского федерального, приняли участие в столь масштабном событии, посвященных 72-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. За два часа колонна прошла по следующему маршруту. По улице Карла Маркса, через улицу Лобачевского, мимо парка Черное озеро, и по улице Кремлевская до площади Тысячелетия. Завершил свое шествие полк на площади Тысячелетия, где развернулась праздничная программа. Выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке. Напомним, что 3 мая в Казанском федеральном прошел студенческий марш Победы. Студенты КФУ прошли в едином строю с преподавателями и сотрудниками КФУ, во главе с ректором Ишатом Гафуровым, а также гости из федеральных университетов России. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся цикл лекций профессора МГУ Ивана Воробьева. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В среду 10 мая в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся цикл лекций профессора МГУ Ивана Воробьева. Активные пучки не поддерживают растительные клетки, а микроэнтроциты. Если вы поменяете астматическое давление, они крайне чувствительны к нему. Одной из главных тем лекций стало рассмотрение в современных представлениях о динамике микротрубочек в процессе делений и организации движения хромосом в различных фазах метоза. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Пятая юбилейная ночь науки уже совсем скоро. Что вас ждет на этот раз, узнал наш корреспондент Елизавета Евтифеева. 11 мая во втором учебном корпусе КФУ состоится пятая серия «Ночи науки». На этот раз она пройдет в рамках года Николая Лобачевского и носит название «Ночной предел». Вас ждут научно-популярные лектории от ведущих исследователей со всей России, образовательные интерактивы, зрелищные развлечения, интерактивное обучение и знакомство с единомышленниками. Чтобы популяризировать науку, в частности возьмем математику, для большинства людей это сложная, непонятная тема, а на самом деле математика присутствует в повседневности, мы каждый день сталкиваемся с математическими формулами и как раз на этой «Ночи науки» мы расскажем, что это такое, у нас будут очень интересные выступления, допустим, цвет с точки зрения математики или как математика считывается в поэзии. Мы позволим взглянуть на науку под необычным углом. Кто может посетить столь интересное мероприятие? Ответ прост. Любой желающий. От самых маленьких почемочек до их родителей. Это уникальная возможность стать студентом на одну ночь и узнать жизнь Казанского федерального университета изнутри. Елизавета Ивтифеева, Ленарда Влетяров, Универньюс. Май настал и температура почвы уже достигла 7 градусов. А влажность уверенно сохраняется на уровне 80%. Все это верный знак того, что маленькие охотники уже покинули свои укромные логово и выбрались на охоту. Как не стать жертвой во время пика активности клещей? Понимание ответа на этот вопрос может спасти человеческую жизнь. В теме разбиралась Аделя Шамилова. На значительной части Татарстана отмечается разгар сезона активности клещей, которые представляют реальную опасность для людей и животных. С приходом теплого времени года число клещей стремительно растет. И пик периода укусов приходится с середины мая до конца июня. Клещи переносят довольно большое количество заболеваний. Но наиболее грозной болезнью, которую переносит клещ, является вирусный энцефалит. Недуг коварен тем, что его симптомы проявляются через несколько дней или даже через месяц после укуса. Врачи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно. Под кожей может остаться голова насекомого, что в некоторых случаях приводит к заражению. По клещу невозможно понять, переносит он какое-то заболевание или нет. Застраховать себя и своих близких от заражения можно в университетской клинике «Казань», получив профилактику, а именно прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация состоит из трехкратной прививки. Обязательной прививкой она является для строителей, лесников, студентов, выезжающих в стройотряды. Профилактику от клещевого энцефалита и элементарные правила безопасности не стоит игнорировать. Ведь перечень территорий Татарстана зафиксированы клещевой активностью и числом так называемых жертв клещей уже увеличился. Однако избежать неприятной встречи с клещом будет довольно сложно студентам и преподавателям медицинских специальностей. Именно поэтому всем, кому предстоит пройти различные виды практик на открытой местности, врачи университетской клиники «Казань» настойчиво рекомендуют не игнорировать данный вид профилактики. И, кстати, получить прививку от клещевого энцефалита могут не только студенты. Спасти себя и своих близких от грозных последствий встречи с клещом может абсолютно каждый. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Ежегодно в городах Татарстана с успехом проходит фестиваль «Студенческая весна», который является площадкой для выявления и поддержки талантливых студентов. Прошедший фестиваль стал отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2017». Напомним, наш канал ввел прямую трансляцию с места событий. Полная версия концерта уже доступна для просмотра на нашем YouTube-канале. Ну а сейчас коротко о том, кто же стал лучшим в Татарстане, и раскроем главную интригу прошедшего вечера. Кто же поедет на правах победителя в Тулу и Москву, представляет Татарстан на всероссийском уровне. Подробности в сюжете от Анастасии Ивановой. Попал я в гальник, и пусть пою я под фанеру, но ведь главное шоу. А концовку этого номера вы уже видели. Вот она, моя история. 5 мая в концертном зале Уникса прошел долгожданный гала-концерт республиканского студенческого фестиваля «Студенческая весна». В вузе республики из набережных Челнов, Елабу, Гельмитевской, Нижнекамска, Зеленодольской и Казани представили лучшие номера направлений – хореография, музыка, театр и оригинальный жанр. И самое важное, что огромное количество молодежи вовлечено в этот, казалось бы, простой проект «Студенческая весна», но он очень сильно объединяет. Фестиваль «Студенческая весна» проводится в Казани уже в 23-й раз и с каждым годом привлекает больше внимания молодежи. Ты приходишь, делаешь то, что тебе нравится, и мы благодарны «Студенческой весне» за такую возможность прийти, проявить себя и просто получить удовольствие. Лучшие из лучших отправятся в Тулу и Москву представлять родную республику уже на российской «Студенческой весне-2017». Гран-при в общем зачете в этом году завоевывает Казанский федеральный университет! В этом году Казанский федеральный завоевал целых два гран-при в большой группе вузов и в общем зачете. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. В дождливую погоду не грех сделать что-нибудь для своего образования. Самое время подготовиться к будущей сессии. И с вами были Универ Ньюс. Следи за нашими новостями.